эй всем привет с вами женя и это строительство в 74 ну что ж мы все еще строим evergreen harbour и похоже он будет у нас фаворитом в этой в этой гонке между evergreen harbour и солани скорее всего похоже evergreen harbour я дострою гораздо быстрее но без лишних вступлений устраивайтесь поудобнее заваривать чьё кофеёк или какао я буду вам рассказывать что я построила эта квартира по адресу пейнкрист 404 это последняя квартира последняя недостроенная что-либо в районе conifer station у меня в evergreen harbour эта квартира очень долго лежала у меня скажем так за кромах я никак не могла ее достроить если честно я не представляла для кого ее можно было бы построить чтобы знаете не просто построить квартиру типа просто нормальную квартиру а чтобы создать ее для какого-то более менее осязаемого персонажа какой-то истории и так далее я в общем долго долго думала и несколько раз пыталась что-то построить у меня ничего почему-то не выходило но почему почему то потому что я у меня не было истории очень сложно строить какие-то постройки ну по большей части по крайней мере для меня если у этих построек нет какой-то подоплеки никакой-то предыстории нет понимания для кого ты это строишь это правда сложно я не знаю возможно кому-то удается вполне комфортно построить что-либо без идеи без истории но у меня такое случается очень очень редко и это будет следующее виде когда я строила без истории я вам потом чуть чуть попозже ну смысле чуть попозже покажу вам выйдет ролик буквально скоро где я строю марокканскую виллу до небольшой небольшой в топ вот там я и строила без истории потому что я просто ничего не представляла об этом там я просто строила потому что нужно было построить но об этом я расскажу конечно когда буду выпускать ролик с этой марокканской виллы а здесь я долго мучительно искала себе причину и мотивацию чтобы построить эту квартиру и в какой-то момент я просто села покрутила ее посмотрела район кота в котором находится эта квартира и мне как-то быстро сложилась история для кого она эта квартира для молодой женщины у которых два при у которых у которой два приемных сына и она занимается фитнесом не может она фитнес инструктор возможно она кстати преподает йогу в коллективном пространстве которые находятся тоже в коне ферстейшн я оставлю вам ссылку нас постройку если вы не видели там у нас есть небольшой участок для йоги также в одном из коллективных пространств точнее у меня это не коллективное пространство но изначально в игре это коллективное пространство она называется набережная в районе порт промис у меня там тоже есть отдельные участочек под йогу причем там гораздо более красивый там там такой фэн-шу в общем тоже оставлю а этому строили на стримах но я вам оставлю ссылку на стрим либо оставлю ссылку на бусте где уже выложена эта постройка в общем возможно она инструктор по йоге она занимается тем что тренирует людей занимается тем что вот как-то их одухотворяет просвещает там и так далее да и она достаточно молодая такая знаете энергичная подтянутая прям не знаю вот человек пышет жизнью человек живет в кайфе с собой в кайфе с пространством вокруг в общем вот такой мне она кажется вот такой и квартира у нее очень яркая потому что она вся такая не скажу что прям взбалмошная но она такая очень легкая на подъем у нее яркая квартира ей комфортно находиться в ярких цветах в общем вот такая вот мадам девушка наверное девушка можно ее назвать или женщина не знаю вот и в какой-то момент времени она приняла решение взять двоих близнецов мальчиков из приюта потому что ну у нее не было мужчины она как бы скажем так естественным путем особо детей не могла завести у нее не было мужа но она почему-то решила вот завести завести этих детей смысле взять этих детей из приюта возможно созрела возможно время пришло не знаю как это работает но вот она решилась на это и я думаю что нисколько не пожалела то что ее квартира позволяет жить еще двоим детям у них кстати достаточно большая комната у них одна комната на двоих и мне кажется что в целом и тем тут комфортно для детей очень хорошая спальня там есть все необходимые игрушки всякие вот эти вот столики для развивашек все что нужно столики с компьютером в общем детям комфортно ей комфортно то что она живет не одна и в целом у нее есть какой-то знаете дополнительный смысл в жизни ну и собственно семья достаточно довольная вроде как хорошо живет вроде как квартира хорошая я сейчас сразу скажу строила это в сохранении в котором в садитях я по-моему это строил в котором у меня уже поменил поменен эко след я хочу немножко потоксичить но чуть-чуть совсем чуть-чуть я не понимаю почему при изменении города в evergreen harbour районов квартиры и дома так сильно меняются ну я не могу пойти этого но типа дом построен окей если меняется и к след если меняется модернизация проводится района конечно там могут поменять обшивку здание заменить ее на более может быть экологичную либо более новую заменить окна заменить двери не знаю добавить клумбы какие-то рисунки вот эти которые интерьерные красивые но почему расположение окон их размер меняется я не понимаю я в первый раз это увидела когда я построила квартиру в обычном сохранении с хреновым экологическим следом а потом загрузила эту квартиру но как бы сохранила и поставила к себе в 100 детей и оказалось что расположение окон вообще нафиг не подходит у меня там там где у меня стена теперь оказывается окно и меня это прям в ступор вело потому что я вообще не поняла как это происходит и я не понимаю как строить в этих квартирах в evergreen harbour потому что я вот не знаю например вот предыдущий ролик я строила в гримскворе там тоже есть квартиры а если сейчас их построить там все поменяется потом я даже не знаю как она поменяется как это будет выглядеть в общем странно странно я немножко негодую по этому поводу я бы так сказала поэтому вот в общем я строила в этот раз уже в районе модернизированном но я попыталась наложить это на изначальный такой загаженный до района вроде окна не сильно поменяется ну что то что я построила будет подходить изначально под загаженный район до видимо нужно плясать каждый раз от более модернизированного района чтобы понимать как это потом будет там располагаться в общем я не знаю что вы думаете по этому поводу или как как вообще к этому относитесь мне просто это кажется странным но кому он почему меняется расположение размер окон но серьезно она уже закладывается окно изначально когда строят духу как она может стать резко больше вы же не можете выпилить дверной проем в доме в общем ладно это моя душ душнота надо открыть открыть окно и проветрить что-то я надушнила ну в общем я немножко в негодую по этому поводу в общем вот так ладно я высказалась возвращаемся к лете которая здесь живет я не знаю что больше сказать кроме того что хотела бы я наверное какую-то свою точку зрения высказать о людях которые берут детей приемных мне кажется что это очень я даже не знаю как это как вот объяснить свои ощущения эти люди вызывают у меня уважение конечно бесспорно но они вы вызывают у меня ощущение благодарности наверное какой-то знаете такой вселенской благодарности за то что люди которые видят в себе силы завести детей видят себе силы стать родителями воспитать детей они в каких-то ну возможно жизненных случаях не могут завести детей и берут детей из приюта либо имея своих уже родных берут еще детей из приюта это вот не знаю у меня вызывает прям реально вселенское чувство благодарности и уважения и это очень классно я бы хотела конечно же чтобы у нас вообще в целом никогда не было бездомных детей до брошенных и так далее но как бы что поделать и я очень не знаю я очень сильно загорелась постройкой этого этой постройки до этой квартиры именно тогда когда я поняла что это будет девушка которая занимается фитнесом которая такая скажем можно сказать успешная и а вот она решила взять двух мальчиков из приюта и вот не знаю во мне вот заграла какое-то вот это чувство я сразу очень быстро построила эту квартиру потому что я сразу хорошо представляла атмосферу в этой семье атмосферу конечно не без сложности но любви уюта и вот такого того что она как бы создает для своих приемных сыновей и в общем квартира пошла на ура мне кажется она получилась классный но вы сейчас еще все еще наверно видеть как я кухню строй потому что постройка просто огромная постараюсь обрезать как можно больше но у меня сейчас еще только кухня но я еще не монтировала ролик буду честно вот давайте перейдем с вами от квартиры к просто пространным рассуждением по поводу квартир конечно же как всегда я жду вас комментариях скажите мне что вы думаете по ее поводу она играбельна полностью все протыкала везде персонажи проходит везде все ну все все норм работает даже уменьшенный как он называется кукольный домик вот это кукольный домик называется уменьшенный кукольный домик все равно работает то есть я боялась что с ним будет что-то не так но все ок поэтому пожалуйста пишите что думаете по поводу постройки мне конечно же очень интересно и пишите что скачаете вы ее или нет скачать вы можете на бусти обязательно опускайтесь вниз чекайте ссылку смотрите остальные мои посты Смотрите, у меня есть постройки в рамках подписки, есть постройки бесплатные, есть платные, пожалуйста, прочекайте все, возможно, вы найдете и в бесплатных постройках что-то, что вам понравится. Кстати, я немножко офф-топ, я пришла к такой практике создавания таких суммарных постов по району в Sims, я всегда, когда пишу пост в Boost, выкладываю какую-то постройку и, конечно же, пишу, где она находится, но, понятное дело, я не застраиваю полностью весь район, но он стоп подряд, и получается, что, наверное, потом сложновато найти, где какая постройка, для чего, и я пришла к такой практике, что я создаю один пост с фотографией района, да, и там в заголовке, соответственно, указано, что это за район, в каком городе он находится, и я пишу о каждом лоте, который там есть, и оставляю ссылку на мою постройку для этого лота. Часто случается такое, что там даже несколько построек, да, для одного лота, у меня предполагается, я оставляю тогда несколько ссылок, в общем, вы можете найти на Boost эти посты общие по районам, по хэштегу районы в Sims. Пожалуйста, пользуйтесь, если кому-то будет от этого легче и проще будет сориентироваться, найти все посты и посмотреть, как выглядят в целом мои постройки для данного района, то я буду рада, вот. Если у вас еще какие-то есть идеи, может быть, по навигации или вам что-то неудобно, тоже обязательно пишите в комментариях, либо на Boost мне пишите, либо здесь мы что-нибудь еще придумаем, потому что подобного формата платформы я веду впервые и никогда ничего не выкладывала какого-то своего творчества, да, поэтому, ну, мне кажется, вот пока так должно быть комфортно. Вот, теперь мы перейдем к простальным рассуждениям, у меня осталось немного времени, я думаю, по поводу построек вообще в Sims и видеороликов с постройками в Sims. Скажу сразу, я стараюсь не смотреть чужие ролики с постройками в Sims, раньше я смотрела много, до того, как у меня был мой канал, до того, как я начала вести именно канал с роликами по постройкам, начала выкладывать свои постройки, я смотрела много, часто пыталась повторить какие-то постройки чужие, либо черпала идеи, либо как-то вдохновлялась, даже некоторые постройки пыталась перестроить чужих симмеров для себя, да, под себя, но все это я сразу прекратила после того, как я начала вести свой собственный канал. Во-первых, я не смотрю ролики по летсплеям в Sims практически уже, потому что, блин, у меня, правда, нет времени, я не хочу казаться, что я, типа, very busy, вся такая занятая, но, правда, практически нет времени, потому что я работаю, учусь, еще занимаюсь своими хобби, еще канал, ну, то есть, иногда у меня есть возможность посмотреть чьи-то летсплеи, и это прикольно, да, но по большей части я обычно, обычно не слежу за чужими династиями, плюс, потому что мне не хочется как-то, знаете, узнавать игру через каких-то других людей, я очень долго смотрела летсплей в Sims, и начала смотреть все это с Дарьей Рейн, я очень долго, я помню, у меня просто была депрессия, и я вообще ничего не хотела, это длилось достаточно долгое время, и я шила, много времени шила, и смотрела ее ролики на фоне, и тогда я впервые вообще узнала о том, что люди снимают ролики, это был, наверное, год 20-й, наверное, да, я тогда впервые узнала, что в целом люди снимают ролики по Sims, что люди строят и выкладывают свои постройки, для меня это вообще было удивление, как-то в какой-то момент залипло, но, слушайте, я смотрела, наверное, несколько месяцев, месяца 4 я нон-стоп смотрела ролики, мне было комфортно, и это было такое небольшое ощущение того, что ты тоже как будто бы играешь, но при этом ты и не играешь, занимаешься какими-то своими делами, потом, когда я начала сама играть, я поняла, что я не хочу смотреть, чтобы не узнавать игру, ну, как-то через глазами другого человека, мне всегда хочется узнать самой, конечно, когда бывают какие-то моменты, когда я просто затупляю, да, и не могу просто что-то найти, конечно, я прошу, чтобы вы мне что-то посоветовали, либо я сама начинаю искать в интернете какую-то информацию, но просто вот именно сама тема с тем, что ты исследуешь игру, исследуешь какие-то новые возможности, которые ты там можешь, какие-то истории создавать, еще что-то, я не хочу как-то сбивать вот это свое восприятие, хочется поиграть самой, вот, а ролики по строительству я перестала смотреть, потому что я почувствовала, что на меня сильно оказывают влияние чужие постройки, и они нисколько оказывают влияние с точки зрения того, что мне хочется подсознательно кого-то скопировать, сколько у меня возникает ощущения, знаете, вот этого синдрома самозванца, и мне потом сложно отделить свое творчество от творчества другого человека. Давайте разделим эту тему на две, первая тема это то, что типа копируют, одни люди копируют постройки других, я тут недавно наткнулась на ролик блогерши, да, я не знаю, как правильно терминология, ну, Симерши, давайте так, если я неправильно говорю, вы меня поправьте, я, если честно, вообще не знаю вот эту терминологию ютубную, но, наверное, Симерши, ее зовут Симсофа, и у нее такой небольшой канал, у нее хорошие постройки, очень классные, и я иногда заглядываю, смотрю, что она строит, у меня даже что-то было скачано из ее постройок, мне очень сильно понравилось, понравились ее постройки, и последнее видео, на которое я наткнулась, я решила послушать, потому что что-то я делала, в общем, я решила включить и послушать ролик, и она в этом ролике как раз рассказывала, она строила что-то в Сансиквой, какой-то постройку большую, многофункциональную в Сансиквой, и она рассказывала о том, что на нее палился хейт из-за того, что она как будто бы копирует чужие постройки, и подписчики других блогеров обрушили на нее гневные комментарии, что она вообще, ну, опустим, да, нецензурную лексику и так далее, что она копирует, что она вообще ничего сама что-то не создает, что-то такое, хотя мне подобные претензии кажутся абсолютно необоснованными, потому что, очевидно, человек не копирует чужие постройки, потому что я думаю, что есть и на просторах ютуба и такие ситуации, когда прям человек полностью копирует чужую постройку, выдает ее за свою, но такого я пока что не встречала, вот именно так, чтобы прямо, знаете, воочию я видела доказательства и пруфы, вот, но то, что постройки бывают похожими, и человек использует какие-то приемы, которые используют другие симмеры, они, ну, мне не кажутся каким-то, с каким-то, не знаю, смертельными, критичными, и хейт в этом направлении, мне кажется, абсолютно необоснованным, и, конечно, у нас у всех, тем, кто строит, постройки могут как-то перекликаться, особенно если это постройки с определенной тематикой и постройки без дополнительного контента, камон, ребята, мы все используем одни и те же предметы, в строительстве, просто у кого-то больше, скажем так, фантазии, как их накрутить, навертеть, smooth object-ом, стулом, да, там, завертеть по полной, а у кого-то нет, кто-то вот, не знаю, кто-то использует какие-то общепринятые, так, если, грубо можно выразиться, приемы, и мне кажется, это абсолютно нормально, но я почувствовала, что, когда я начинаю смотреть чужие ролики, мне кажется, как будто вот на меня нагнетается вот это ощущение, как будто я копирую чью-то манеру, либо копирую чьи-то приемы, и это, вот знаете, такое, ну, странное ощущение, когда ты сам понимаешь, что ты ни в чем не виноват, и, ну, я сама не могу обвинить себя в том, что я так поступаю, но мне кажется, что вот как будто бы, да, я как-то начинаю копировать чужие постройки, и я поэтому перестала смотреть, в большей части, чтобы, ну, не то, чтобы прям вдохновляться, скажем так, а чтобы не сбивать свой вот этот прицел, оставлять свой собственный стиль, и, возможно, каким-то подсознательным образом не пытаться скопировать какие-то моменты из чужих построек, хотя, конечно, камон, мы все смотрим на Пинтерест, на Пинтересте очень много постройок и российских симмеров, и заграничных, и зарубежных, и там реально очень много постройок можно найти одинаковых, я не думаю, что кого-то это парит, но, возможно, вот в нашем русскоязычном Ютубе есть такая тема, и мне, конечно, бы не хотелось в какой-то момент встрять ситуацию, в которой меня вдруг начнут обвинять, что я копирую какие-то чужие постройки, конечно, мне хочется свой собственный стиль, или вообще как-то, ну, скажем так, дистанцироваться, но самая главная беда, скажем так, это беда сравнения себя с другим человеком, потому что мне кажется, что мы так или иначе все сравниваем свое творчество или вообще себя с другими людьми, и иногда это обосновано, иногда это помогает нам развиваться, иногда это помогает нам становиться лучше, но по большей части это только вредит, и я поняла, что я смотрю, например, на видео других симмеров, да, у которых там, не знаю, десятки тысяч подписчиков, то же самое Лена Кимс, у нее 5000 подписчиков, но у нее очень классные постройки, и я подсознательно начинаю сравнивать себя, да, потому что у меня маленький канал, я только его начала, и я понимаю, что грубо, глупо сравнивать свое начало с чьей-то серединой, но ты все равно это, ты все равно себя сравниваешь, ты все равно сравниваешь, думаешь, блин, почему вот одного блогера такое большое количество подписчиков, смотришь на его постройки и думаешь, блин, вот я, наверное, не дотягиваю, наверное, мне кажется, у меня слишком, не знаю, не новаторские идеи, я не знаю, может быть, вообще, ну что-то не так, может быть, людям не нравятся мои постройки, почему у кого-то больше подписчиков, у кого-то меньше, я понимаю мозгом, что до этого человек там три года-два ведет свой ютуб-канал, возможно, через три-два года у меня тоже будет такое же количество подписчиков, но это все равно как бы сказывается на тебе в данный конкретный момент времени, плюс сейчас достаточно в целом не очень стабильная психологическая, скажем так, атмосфера и состояние, всем очень тяжело, и, наверное, это тоже сказывается, и поэтому тяжело как-то отделить себя от своего творчества и понять, что ты делаешь то, что ты делаешь. Я полностью довольна своим творчеством, своими постройками, мне очень сильно нравится то, как мои скиллы прокачались, то, как я их прокачиваю, то, какие цели я перед собой ставлю, и то, как у меня получается, либо не получается их достигать, то есть мне абсолютно устраивает и мой канал, и мой контент, и мне как бы абсолютно комфортно, конечно же, я хочу там дальше развиваться и так далее, но когда я начинаю смотреть чужие постройки, чужие ролики, у меня складывается странное чувство какое-то самозванство, чувство неполноценности, хотя в целом в жизни я человек, который не склонен сравнивать себя с другими, всегда есть люди, которые лучше тебя, всегда есть люди, которые успешнее тебя в каких-то делах, в каких-то начинаниях, просто потому что они, может быть, они, скорее всего, больше времени потратили на это, они гораздо больше, дольше этим занимаются, поэтому у них каких-то успехов гораздо больше, и в жизни я себя обычно ни с кем не сравниваю, но почему-то, когда я начала вести канал по Sims, я вот словила такое ощущение странное, в общем, для меня не характерное, но, наверное, это одна из стадий, через которые проходят все, кто заводят канал, все, кто, как сказать, представляют своё творчество на суд, да, суд общественности, потому что, объясню, я учёный по образованию, и я учёный по работе, я никогда не создавала творческих продуктов, всё то творчество, которое я создавала, я создавала его для себя, и могу сшить для себя одежду, могу связать для себя свитер, ну, или для подарка, ну, подарок кому-то, да, там, семье, либо друзьям, но я никогда не создавала творческий продукт на суд общественности, на, там, не знаю, на суд людей, которые, возможно, будут покупать в каком-то формате данное творчество, и для меня это вот, как бы, в общем, грубо говоря, это очень-очень-очень первый такой опыт, и вот для меня было странным, что я, да, словила вот такое ощущение, поэтому я стараюсь не смотреть чужие ролики, и не знаю, я не знаю, я не уверена, что я правильно поступаю, отказывая в себе в просмотре чужих строительств, боясь, что мне как-то вот, во-первых, могут обвинить, либо я что-то скопирую, мне просто не хочется, наверное, встревать в этой ситуации, возможно, я не права, и лучше так не делать, потому что таким образом я больше загоняю себя в какие-то рамки, которые не дадут мне в каком-то, в какой-то момент сделать что-то интересное, потому что там, не знаю, идеи закончатся или еще что-то, но пока что это как будто бы самый комфортный на данный момент для меня процесс, да, вот как-то вот так мне комфортно, а к вам у меня вопрос, вот просто объективно, кажется ли вам, что мои постройки любые, похожи на чьи-то другие постройки, вот именно не то, что, я понимаю, что мы используем одни и те же предметы и строим в одной и той же игре, и тут уже как кто вывернется, но просто вот есть ли такое ощущение, что вы открываете постройку, и вам кажется, что вы где-то уже такое прям видели, это не того, чтобы как-то меня, это меня никак не обидит, мне просто интересен взгляд со стороны, потому что, подводя итог всему вышесказанному, да, от меня, я как бы до сих пор плохо вот с творчеством, с оценкой творческих каких-то дел творчества, да, я с этим очень плохо, а есть люди, которые много смотрят на ютубе постройки, кто, ну, это определенная комьюнити симс на ютубе, и вот меня интересует именно постройки, потому что, наверное, по поводу прохождения каких-то летсплеев спрашивать бессмысленно, так как мы все очень отличаемся, и там уже, ну, сложно, мне кажется, скопировать стиль кого-то другого в прохождениях, да, в изложении, в реагировании и так далее, а вот постройки, это все-таки такой очень визуальный, такой, только визуальный, скажем так, контент, да, который часто, если это часто мелькает у тебя перед глазами, тебе может показаться, что это на что-то другое похоже, либо как-то перекликается с чем-то другим, вот, поэтому у меня к вам такой вопрос, и если вы мне напишите в комментариях, я буду вам очень благодарна, потому что это как раз тот момент, когда я поняла, что мне нужна какой-то обратная связь, что ли, чтобы мой компас, который, очевидно, сбит внутри меня, как-то стабилизировался и выровнялся, потому что что-то меня, походу, занесло в своей критике собственного творчества, вот, ну, опять же, я думаю, что все проходили через это, и это когда-то у меня тоже пройдет, если я буду продолжать вести канал, если канал будет развиваться, и вообще у нас там YouTube не заблочит, да, то, наверное, это тоже пройдет, но пока что на данный момент я почувствовала, что, наверное, мне хочется как-то получить от вас обратную связь, все, если вы дослушали до конца этого ролика, я вам безмерно благодарна, что вы слушаете мой треп, и вас он не бесит, если вы мне напишите комментарий, я буду вам благодарна, ну, все, постройку скачать вы можете на Boosty, пишите комменты по поводу дома обязательно, ой, дома, квартиры обязательно, и мы с вами увидимся в следующем ролике, спасибо вам всем огромное за просмотр, и всем пока!